По-моему, Матисс говорил, что нет гения в захолустье, что-то вот так вот, ну близко по смыслу, что обязательно для, ну как говорится, для артиста нужен зритель. Вот такая установка. С папой я виделась не так уж часто. Когда мы с братом были еще детьми, они с мамой разошлись. В молодости я уехала в Москву, он жил в Одессе, но я всегда ощущала его влияние на свою жизнь. А что я знала о нем? Что папа крупный художник и сложный человек. Куда больше у меня было вопросов, связанных с ним. Чтобы попытаться ответить на них, я приехала в Одессу. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму. Добро пожаловать в Диму. Добро пожаловать в Диму. Да, все хорошо. Как? Экспозиция блеск. Спасибо. Просто подарок. Поскольку я являюсь его огромным почитателем, я его просто любил, да, мне кажется, что вам необходимо, вот просто необходимо пообщаться с людьми, с которыми он общался. И, знаете, провести расследование, как миссис Марпл или Эркюль Пуаро. Тем более, что оно было чрезвычайно интересным. Очевидно, всю жизнь он хотел снова войти в то состояние восторга первого своего. Был ветренный день. Лето, солнце, страшный ветренный день. Трава колыхалась, знаете, порыв ветра. Не в непорыве, а постоянные вихри этого ветра. И море, вот такое все было бурлящее. И солнце пронзительное. Я был просто поражен этой колоссальной энергией, перетекающей из одной стихии в другую. И в какой-то мере эта картина мне проиллюстрировала то первое впечатление, я смог понять, Егорова, которое вело его всю его жизнь. Юрий Егоров Молодость сознания, незакоснелость этих убеждений, хотя они были такими сильными, казалось бы, мощными. Но они все-таки были подвижными. И вот это как у младенца мягкая темечка, которая пульсирует, и она какую-то связь с космосом, природную обуславливает. У него это проявлялось во всем. Вот во всей его жизни, в творчестве, когда он шел и видел, и говорил, вот еще один ненаписанный шедевр. А вот еще ненаписанный шедевр. Когда я изложил свои мысли, я не останавливался минут 15, приплел сюда и Хайдеггера, и все то, что я увидел здесь, вот, и Амар Фати, вот такая вот разработка Альбера Кэмю по нитшианским темам, потому что вот у Егорова тогда книга лежала на столе Нитши. Я вот выразил вот такое вот свое понимание или непонимание этой вещи. А говорит, Толя, ну все очень просто. Был шторм. И эту лодку выбросило просто. Она как бы на тот момент была бесхозной. Вот ее не было, и она появилась. Юрий Николаевич схватил мольберт и несколько дней работал. А потом пришли люди, ее искали, эту лодку. И он в лицах, как он это умеет, говорит, черт возьми, куда вы появились? Вот это вот, ну надо же успеть дописать, а они уже хотя бы выбирать. Я бы сказал, что это и есть образ моря на сегодняшний день. Сказано все сжато, выразительно и исчерпывающе. Я вот пробую, пробую, да, меня это очень зацепило, что неужели я не могу уже, уже какая-то тропа, направление есть, но чувствую, что... Поэтому у него последователь не будет, я уверен. Субтитры создавал DimaTorzok Как он мне говорил, для меня важно, это вот такое мое, наверное, кредо, вот если это попытаться сформулировать, в апогее писать все. Поэтому вот это и солнце, да, и в зените, и вообще, ну вот такое море раскрывшееся, да, даже там, скажем, закаты или что, но это феерия. Он сумел создать свой стиль. Это шло медленно. Его первые работы, это пуантелейские такие работы, уже тогда море было для него важно. А постепенно это море становилось, ну, как бы глобальным, ну, вселенским. Море, которое обозначало для него свободу. Для Юры, когда он приехал в Одессу, это было нечто другого типа город, совершенно. Город, который был построен как регулярный, город, который был построен открыто и проветривался морскими ветрами, город, который был насыщен уже европейским духом. И вот он сразу из Азии попал в Европу. И все, из Европы ему уже никуда не хотелось уезжать. Папа родился в 1926 году в Сталинграде. В Одессу попал еще до войны мальчиком, благодаря оперному театру. Его родители, Николай Егоров и Нина Беленькая, были балетными артистами. Вся построенная из камня, Одесса, как вспоминал папа, потрясла его. Поселились Егоровы возле театра. Семья жила бедно, несмотря на то, что дедушка стал известным солистом одесского балета. Я часто приходила сюда. Помню темный, тесный коридор коммуналки, шум примуса. Теперь туда не попасть. Папа, проведший детство за кулисами театра, за что-то на всю жизнь не взлюбил балет. А этот город полюбил навсегда. Я впервые в нем увидел то, чего не видел в работах других художников в Одессе. А в Егорова увидел. Я видел это присуще в Одессе. Некий такой розовато-перламутровый оттенок цвета. У Егорова этот цвет благородный. Потому что это наличие такого, скажем, золотисто-розоватого, он сладкий. И чуть-чуть, и он уже сентиментальным приторнем становится. А у него мера была. Егоров не писал парадные виды Одессы. Да и тот, растиражированный анекдотами образ суматошного города, был ему чужд. У него были свои любимые места. Его мастерская долгие годы находилась в самом конце бульвара искусств, который теперь называется бульваром Жванецкого, напротив одной из одесских гаваней. В Одессе пишу декадентский гаваней. Декадентские пейзажи в порту, в раскаленной хлебной гавани. Там провожу время с 6 утра до 8-9 вечера. Пишу этюды, прыгаю в воду с борта заброшенного парохода «Шахтер». К вечеру от ударов об воду лоб пылает. Читаю «Грина» и живу не в Одессе, а в Зорбагане. Однажды я шел вот здесь в мастерскую, это было зимой. Он стоял, писал львов. Вот эта клумба здесь внизу. Львы старые, мраморные. Я посмотрел, потрясающе. То, что он писал, потрясающе. Это ничего не имело общего с тем, что было в натуре. Я ему говорю, Юра, ну зачем ты это пишешь, потому что ты же все равно делаешь другое. Да, я делаю, я, ты же понимаешь, я делаю так, как я хочу. Но мне нужно вот это, подпитка. Выдумать просто так, он говорит, ничего невозможно. Можно выдумать только через себя. И опираясь на то, что ты видишь вокруг. Он никогда не обращался ни с какими просьбами. Вдруг позвонил шары, вот эти вот знаменитые шары на лонжероне, на которые никто не обращал внимания. Пока он их не начал писать, вдруг по велению какого-то чиновника изуродовали надписями, картинками, пропагандирующими спорт. И он говорит, все, у меня забрали главную натуру в этом городе. И пришлось добиваться, чтобы это все сняли. Уважаемые офисы, выкидывайте нашего города. Вроде нормального природа, температура воздуха. Одесса меняется. Впрочем, и тогда она не была такой, какой он изображал ее. Он создал свой миф об Одессе. О залитом светом городе, живущем вне времени. Об Одессе, которой не было и, наверное, никогда не будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Он всегда очень стремился в Москву. Ну, всегда, во всяком случае, в молодости, пока все это становилось. Он чувствовал масштаб этого города. И он очень рад был, что все-таки Ирочка, как он сказал, тем не менее, все-таки оказалась там. Но, как он сказал, ирония судьбы заключалась в том, что я всегда любил женщин, которые были в Одессе. Не знаю, правильно ли я поступила или нет. Он рассказывал, что вот этот вопрос. Конечно, с этим человеком жить можно было вечно. очень интересно очень преданно он этого заслуживал чтобы потерять свою жизнь ради него летом с женихом шла на пляж и вдруг я вижу идет этот человек и так он меня заинтересовал и говорит посмотрит посмотри какие у него ровные пятки как он так что не сбита обувь совершенно как ровно а смотри какой у него шаг он очень доцелен он идет он знает куда идти арест говорит ты даже не смотри в эту сторону а он мне до этого рассказал что есть такой человек который рисует и в бане и в очереди и в театре и вот только таким может быть художник это егоров он женат у него двое детей и он тебе он даже не глянет на тебя он тебя не увидит тут я вхожу в рашу горнет увидит и я ему понравлюсь вот просто так выпалил и просто так ни на чем не основываясь я чувствую себя не вправе ходить рядом с человеком при том что я чувствую себя что я не виноват в то же время вина на мне лежал дальше было хуже и гора уже просто каждый день стоял возле двери и провожал меня в нем была какая-то такая сила властная что ты не мог уйти из-под его влияния у меня были моменты что я так хохотала что буквально садилась и падала на снег а другие моменты были что я хотела броситься под машину некоторых слов я не могу вспомнить чтобы сердце не загорелось пламенем восстания и ненависть полыхает диким пожаром и я прошу у судьбы кричу и требую нее чтобы она вырвала из груди эту привязанность а потом потоки нежности тушат этот пожар я знаю что причинил тебе боль и страдания но никогда никогда говорю тебе это как перед богом я не сделал это ради себя самого из письма юрия егорова ледвили колесник потом пришел к родителям и сказал что просит руки и сердце сказать их дочери мама говорит присаживайтесь и расскажите о себе кто вы что говорит я такой-то такой-то художник я женат у меня двое детей как же вы пришли дать предложение я иначе не могу тогда я не буду жить отец мой вышел у нас было во дворе сарайчик взял топор поднял на второй этаж и сказал при мне это не может быть чем дело кончится я не знаю но нам всем не жить то есть у вас есть семья и следите за семьей и оставьте еще покой после этого и горов сказал тебя средневековые родители мне просто нравилось выражение наверное дальние страны потому что страны я не представляла представляла корабль и бесконечную даль куда-то тянет тянет влечет однажды мы поехали большой компании и мне так захотелось вдруг встать на ветру чтобы ветер был я взяла косынку не помню какую руку и что и она так полоскалась на ветру я так звук был и так было здорово я стояла и уже дремала буквально стой не писали это самый главный из папиных сюжетов он писал его всю жизнь менялись детали положение фигур модели позировавшие ему неизменным оставался флажок в руках девушки это морской сигнальный флаг означающий судно выходит из гавани егоров называла эти картины скоро отправляемся интересно что на жаргоне моряков такой флажок называется папа способны только великие художники своя знаковая система своя образная система это самые большие крупные вопросы бытия это молодость опять-таки хрупкость какая-то человеческая и жизни вот в лодке кувшин он ничего это не делал просто так он внятен в своих высказываниях вот это вот обобщение как я аккуратно так формулировал при горове под затыльник чтоб не получить на грани фола это как импровизация великой гениальных музыкантов да нота влево вправо не та все диссонанс уже вот все подельщики егорова совершенно не способны передать вот эту тонкость южно-русскую соотношение он узнаваем в любых сюжетах в любых егоров любой период егоров 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 наверно вот женского тепла моего то есть сугубо женского ему не хватало потому что я более в полете не на земле и наверное вот это началось причиной такой знаете поиска его может быть их отношения продолжались много лет егоров ушел из семьи оказался в психиатрической больнице после попыток покончить с собой но с людмилой колесник они так и не поженились стоит ли дальше углубляться в чужую жизнь я и так уже кажется узнала слишком много мне стали понятней работа и горова того времени те чувства которые бушуют за внешней статичностью женских фигур почему мужчины на этих картинах всегда уходит мама думала что я выберу кого-нибудь другого забуду и все прочее в конце жизни она сказала что я тебе наделала что я тебе наделал мне было 36 когда она умирала я сказала все правильно если бы я была очень уверена в нем я бы наверное ослушалась тебя а так все правильно что самое ценное для меня было самое великое когда с ним говорил ты становился уважающим себя человеком это такая машина динамо машина вот ну как и манера письма и вот эту вязи я не скажу что вы вызвал у меня симпатии шапочка такая с помпончиком этим только в цирке я такое мог видеть мне он показался длинноносым я выдумал такой форме нос это у умных и хитрых только бывает вот это такое я про себя сделал вывод во время учебы в ленинградской академии художеств папу поразило то как знаменитый художник игорь грабарь опекает молодого талантливого андрея мыльникова он увидел в этом традицию братства художников существовавшие в россии и почти забытую и хотя по натуре был скорее одиночкой он решил этой традиции следовать вернувшись в одессу он познакомился с группой молодых художников модернистов когда мы начинали то естественно мы были безденежные вплоть до того что саша там нарувил украсть в магазине где-то кофе потому что не было денег абсолютно это сейчас они все известные художники а тогда власти их искусство не признавали единственным преимуществом папы перед его новыми друзьями было то что он уже состоял в союзе художников а значит мог получать социальные заказы халтуру которая щедро оплачивалась папа брал заказов больше и отдавал друзьям там было вплоть до анекдотов по папа дал ему заказ там ленина ленин за шахматами там с горькими лесками не помню ну и естественно там было шуров крысал бог знает что абсолютно свободно никаких никакого вообще реализма не только социализма но до вершения всего на шахматной доске он образно это решил было всего 6 клеток это был скандал и папе так немножко досталось как свату который сосватал ануфимова эту работу приходит к нам и вдруг его прорывает вы знаете почему вы художники но интересно после стольких лет вдруг открыть почему мы художники то потому что вы молодые вы посмотрите на себя после нескольких подобных историй с заказами папе их перестали давать однако идею братства он не оставлял своей мастерской он приютил и опекал одного из талантливейших одесских художников валентина хруща вроде бы совершенно два разных человека юрий николаевич егоров целеустремленный достаточно временами жесткий замкнутый какой-то степени на свое творчество человек и самый богемный одесский художник валентин хрущ который никогда не знал что будет завтра был достаточно непредсказуем для самого себя тем более для окружающих но их связывало очень много ну хрущ жил у юрия николаевича мастерской юрий николаевич его любил его поддерживал это просто два края противоположных но два края одного и того же что называется второй одесский авангард я вообще считаю что это определительно сколько там личность сложившиеся сложившиеся неординарная личность она радуется тому что сделается хорошо и даже лучше него посредственных людей слабых людей в них появляется запись и так далее принципе для него проявление трансцендентного мира через акт через творчество было абсолютно истинно поэтому он ценил феномен таланта всячески старался помочь или подчеркнуть или приветствовать вот это проявление таланта вот что характерно в принципе характер у него был и совсем подарочный тот не совсем удобоваримый я решил набраться смелости напроситься к нему в мастерскую догнал его на лестнице можно ли к вам в мастерскую попросить когда-нибудь когда вам будет удобно я не успел договорить а он в полуоборота как бы даже руками я не айвазовский а я остался с открытым ртом он поднялся пошел что так косолапо не слегка ходил всегда чуть загребал как бы вот так но и не вот такой так но как-то на ходу он еще умудрялся так и поворачивать только малые дети думаю как и любому другому художнику представителю профессии которая считалась идеологической его вы приходилось выстраивать свои отношения с советской властью на рубеже 50-х 60-х годов советской живописи возникло направление которое получило название суровый стиль в одессе представителями сурового стиля были от сманчук и егоров он никогда не не был скажем так антисоветским но он был человеком который иронически относился к догмам и все эти догмы он пытался каким-то образом переломить пожалуйста нужна производственная тема он написал цикл связанный с водолазами но это было настолько мощно настолько непривычно что это вроде бы производственная тема их не принимали на какие-то киевские выставки он писал даже солдат октября и опять таки это было скорее от блока это был ветер революции и непонятно куда бить и непонятно что надевает я то хватался за эту марксистскую сиську с ее ядовитым молоком мне казалось что без великой даже призрачной цели я опустею не буду знать что делать то отрыгнув ее метался самыми близкими мне людьми считая изгоев меня и сейчас обжигают эти слова 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 вставай проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов но как правильно говорил беляков гнев рождает поэтов а нам нужны мыслители постепенно и без того не безоблачные отношения егорова с союзом художников начали портится налаживать их он не умел да и не хотел социальные заказы сравнивал с порциями яда материально папе его семье жилось тяжело на день рождения краще подарок это подарить коробку красок мы там все несем краски а тут домой приходишь там половиц нет обшарпаны эти обои на них висит шикарный этюд этюд с натуры там човник я не могу оторвать глаз от этого этюда там он так сумел динамику передать форм что он колыхается это печеных я диабой обшарпаны ничего вот но меня поразил контраст меня он он выставил приоритет я не привыкла что со мной рядом жил мужчина и привыкла что я должна поймать машину я должна расплатиться потому что он не умел общаться с людьми он от них был отрешен и он не умел с ними общаться им казалось это тягостным папа нелюбящие все базары магазины и вообще все что связано с бытом решил наконец маме сделать сюрприз это то есть раз в сто лет можно так сказать он поехал на базар тогда это называлось толчок сам тихо ничего не сказав купил маме босоножки французские они были очаровательные как говорит мама привез но они оказались тридцать четвертого размера он был тридцать семь тридцать восемь лет а так вот ну маме было очень приятно вообще у папы было три семьи три жены каждая из них целая эпоха в его живописи спутниц своей жизни он писал постоянно причем не только для портретов их черты угадываются в героиних многих его работ он признавался что сам не может выдумать человеческую фигуру он нуждался в живой модели был зависим от нее дольше всех и до конца своих дней он прожил с татьяной псковитиной я наблюдала за тем как он стоит и ждет рома и просто он смотрел на меня внимательным глазом а я обратила внимание на его какое-то глубинное очень одиночество и она его как бы за муки полюбила у нее за сострадание к ним получилось и не знала совершенно и была совершенно случайно под дождем встреч в нем жил дух против противления противления тому что каждый скажем так ну может быть даже можно так сказать церковью раньше выработано было веками то есть отношение к браку к семье то есть он это все негативно воспринимал и считал что у него свои отношения с богом и он сам себе паяльник он должен сам отвечать сам брать ответственность он брал эту ответственность он отвечал за то что он брал на себя но он отвечал так как он считал нужным безусловно для него его дети это были частичка его всех я и он естественно где там относился очень так с когтями так сказать не дай бог оскорбить его я его я и они все были конечно так как такие как нужно а какие уж это другой и и и Как-то я резвилась на кровати рядом с мамой, прыгала, смеялась и вдруг упала на пол. И мама меня подняла без сознания. Я не приходила в себя. Вызвали скорую, отвезли в больницу. Я не приходила в себя. И врачи не знали, что делать, какой диагноз. Говорили, что надо брать пункцию. Папа очень переживал. Говорит, я был в мастерской. Нужно было по какому-то делу спуститься в союз художников. По темному коридору я шел в другой конец здания. И внезапно меня охватил ужас, отчаяние, сознание, что никакие земные средства не помогут. И он говорит, я упал на колени и стал молиться. И как будто бы мои мысли, чувства сконцентрировались в какой-то тяжелый шар, который я с усилием посылаю в небо. И надо сказать, что он тогда посидел. Он обычно замкнутый и молчаливый. И ожидать от него вдруг вот такого выплеска, таких чувств каких-то, сопереживаний о каких-то близких людях, никто даже не мог бы подумать, что он вот так переживает. А переживал он, вероятно, очень остро, очень мощно, сильно, как живопись его вся. Субтитры создавал DimaTorzok Мы жили в коммунальной квартире с провисшим потолком, с окном на стену. Потолок рухнул как-то возле детской кроватки вообще-то. Вообще убожество вот это советское, все пережито, все. Я там слеза капает чуть что. Он мне говорил, зайчик, не плачь. Жизнь – это не увеселительная прогулка. Оставь слезы для серьезных переживаний. И он был прав. Вообще умный человек, он во всем умный и талантливый человек. Потому что был период в жизни. Я как-то сказала, ну я же говорю, Юра, я бы хотела, наверное, побыть немножко одна. Прошло какое-то время, он так ко мне подходит и говорит, знаешь что, зайчик, я думаю, что если бы ты влюбилась, вопрос бы решился сам с собой. Я думаю, что этого не произошло. И я думаю, что со мной тебе будет лучше, чем без меня. Я очень оценила, честно говоря, просто его умный подход. У Егорова было множество проектов в области монументального искусства. Скульптурные композиции, мозаичное панно. Увы, далеко не все из них ему удалось осуществить. Где-то в конце 70-х он увлекся гобеленами. Их изготовление – кропотливый труд, которым занимается целый штат художников и вышивальщиц. Они с Татьяной делали это вдвоем. Она плела, он рисовал эскизы, подбирал краски. Гобелены расходились по домам культуры, может, и сейчас где-то висят. А один, я помню, до самой смерти папы находился в его мастерской. Это как в фильме «Цвет граната». Это художественно, это очень красиво, это очень внутренне тоже наполнено, потому что это все равно творчество, это работа, это желание сделать что-то прекрасное, что-то красивое. Нужно оно кому-то или будет нужно, или оно никому не станет нужно никогда. Это уже… Вообще, говорят, дети никогда не задают вопрос «Зачем?», потому что у них творчество лежит в основе. Дети всегда задают вопрос «Как?». Никогда поэтому творческий человек не спрашивает «Сколько мне за это заплатят?», «А будет ли оно реализовано?». Он всегда думает «А как это сделать?». А дальше судьба будет распоряжаться его произведениями, и они пойдут своей дорогой просто. В одном из последних писем какие-то глубокие его переживания отразились. Когда я был совсем маленьким мальчиком, я боялся умереть, не дожив до взрослого возраста. И вот сейчас, на всех этапах возраста, я вижу, что там, в глубоком внутри, все тот же маленький мальчик. И что я боялся, что, не став большим, чего-то самого главного не увижу, не узнаю. Все было иллюзией. Постоянно наша сущность – печаль и неизменность судьбы. «Как говорил мой друг Беляков, но тщетны мечты, бесполезны мольбы против строгих законов судьбы». Ужас бытия, ужас и красоту бытия для Егорова есть одна возможность преодолевать – только с помощью искусства и творчества. Только вот здесь он мог быть относительно счастлив. Относительно. Одесский художественный музей до появления частных галерей был единственным местом, где широкая публика могла познакомиться с картинами современных художников. Первые работы Егорова появились здесь в начале 60-х. После, начиная с 90-х годов, когда он уже был признанным лидером украинской живописи, когда у его работ уже не было недостатка в заказчиках и покупателях, он завел для себя правила – каждый год дарил музею свои картины. «Перед самым Новым годом он тащил очередную работу, уныло так заходил, вместе с работой тащил бутылочку вторую шампанского, и так небрежно говорит – вот, может быть, музей примет еще одну работу. Это единственный случай в моей практике, когда художник дарил лучшие свои вещи. Я в этом убеждался. Обычно на подарок дарят, ну, как бы, как говорят на Украине «на тоби боже шамынины гожа». И он говорил, что все равно музей – такая единица долговременная, в надежде на то, что именно в музее останутся произведения лучшие. И так оно и вышло. Среди множества картин папы, которые я видела, не было ни одного автопортрета. Кажется, он никогда их не писал. Это удивительно, что современный художник не изображал себя, при том, что портреты у него были, и в основном женские. Вообще женские образы у него сильно преобладают над мужскими. И чем старше он становился, тем моложе были его модели. Сияние молодости, расцвет жизни – те вещи, которые с годами влекли его все сильней. Это любовь к тварности, это и есть языческая культура. Почему я говорю, что он был язычник по сути, и по крещению был христианин? Потому что он любил тварность язычества, тварность Божью. Папа всегда интересовался философией. Его картины при внешней естественности глубоко продуманы. Это результат постоянной работы над композицией. Отсюда столько вариантов, которые никогда не были повторами. В последние годы он писал много натюрмортов с настойчивостью, повторяя в них одни и те же предметы в различных сочетаниях. Это наша хрупкая человеческая жизнь. Видишь, он его положил, он разбиться может. Вот этот конус – это наше стремление к совершенству, к Богу, к чему угодно. Это уже более твердое. И красота. Причем переполненная чаша. Жизнь неисчерпаема с ее радостями и искушениями. Жизненное пространство – это стол знаменитый Егоровский, который на многих его произведениях рядом. И так далее. Это же тоже его знаковая система. Конфигурация достаточно сложная. Дао такое. Занавеска понятна. Многие вещи от нас скрыты. Но не все скрыто. То есть можем мы истину до конца не познать, но познать механизмы, как она действует. Вот так одесские художники реагируют на подобное произведение. При его развитом интеллекте, при эрудиции, ему эрудиция и интеллект не мешали идти по самому правильному пути. Потому что Бога невозможно познать, его только можно переживать эмоционально. Ну, а так же, как и красот. Красота – одно из ключевых понятий для Егорова. Красота в каком-то древнегреческом, еще архаическом понимании. Еще до сократовского «познай самого себя». Не тайна человека, а тайна гармонии. А красота творения, частью которого является и человек. Это интересовало его. Поэтому взгляд его всегда был направлен вовне. И, наверное, самым лучшим его автопортретом является эта картина. Нет художника, а есть только то, что он видел каждый день. Часть морского пейзажа и небольшой экран мольберта. Он сумел сделать главное, наверное, в своей жизни. Сумел реализовать это в своем творчестве. Он умел показать свое представление, очень яркое представление о человеческом счастье. Бывшие хозяева этой дачи рассказали нам такую историю, что тут такие замечательные закаты, что один даже художник, очень известный, как они нам сказали, облюбовал это место, что любил, говорит, сидеть на балкончике нашего домика этого и рисовал закаты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Еще одну картину – это непосредственно наша дача. Вот это вот скворечник наш, слива, который уже спилили виноград. Рассказал искусствоведам, где это находится. Пригласил всех приехать. Все сказали, да, очень интересно, хорошо. Можно на заборе вывесить все эти картины, сравнить с этим закатом, но никто пока не приехал. То есть интерес чисто теоретически пока. Каролина Бугас – тонкая песчаная коса между морем и Днестровским лиманом под Одессой. Сюда мы выезжали всей семьей. Папа обычно работал здесь все летние месяцы. Вначале снимал дачу, после приобрел свою. Практически каждый уголок земли здесь можно найти на его картинах. В последние годы соседом Егорова по даче оказался Петр Поповский. Тогда человек совсем другой профессии. Глядя на папу, он сам стал писать. Вдвоем каждое утро они ходили на этюды. Вместе они были и на последнем этюде Егорова осенью 2008 года. Ранним утром, в хорошем настроении, мы притащили сюда холсты, мольберты и начали писать корабль, который был выброшен здесь на берег. Мне почему-то захотелось в этот момент написать Юрию Николаевичу на заработать, что я делал нечасто. Как быстро все меняется. Старого корабля уже нет, распилили на металлолом. Осталась только часть остова. А что вообще остается в итоге? У папы в детстве было две страсти – живопись и авиация. Во время Второй мировой войны он юношей поступил в летное училище. Но на войну не успел. После он сделал окончательный выбор в пользу живописи. Но небо, авиация, влекли его всегда. Он даже клеил и запускал авиамодели. А сам уже не летал. Хотя как не летал? В картинах ему, пожалуй, удалось выразить то чувство, которое охватывает человека в полете. Удивление перед открывающимся миром. Все то, что утверждается в мире, оно сомнительно. Все то, что отрицается в мире, оно сомнительно. Единственным для меня абсолютно несомненным является красота мира. Вот красота мира, она не требует доказательств. Поля, облака, небо во всех его состояниях, море, реки, озера, деревья, цветы, их бесконечное разнообразие. Население океана и рек, население степей и пустынь. Все это настолько художественно и конструктивно великолепно. Вот когда я выхожу на море в утренние часы, мне ничего не надо доказывать. Мне ни в чем не надо сомневаться. Я могу только сказать, что Творец бесконечный, великолепен. Я готов преклоняться перед Ним. Быть бесконечным благодаря Нему, скажем, за это солнечное утро. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok